Ребят, записывал ли вас видосик, но потом по такому стечению обстоятельств получилось так, что отформатировалась флешка, короче, и все просто пропало, вот, надел я колесики у своего бумера, так вот они выглядят, передние, и буквально позавчера забрал я, приехал ко мне с севера авито доставкой, я вам рассказывал, короче, разбил подкрылок, передний разлетелся он просто, и заказал я по авито доставочке, себе вот такой подкрылок, белый, хорошо, как раз таки, для моих творческих рисунков, само то, он пришел, хорошо, прям так, ну не быстро, думал быстрее, ну да ладно, короче, поменял я колодки, но не везде, только вот на той стороне пока, нужно еще на этой будет поменять, колодки есть, потом выяснилось, что у меня вот здесь вот шлангочка, и она почему-то оказалась лопнута, когда я видел, что тормозуха бежит, шлангочка оказалась лопнутой, как так получилось, хрен его знает, ну так, короче, ну здесь надо еще стереть, разделить, аккуратненько все это потереть, вот так выглядит заднее колесо, это у меня вот подруга, из-за того, что у меня спортный метарик, короче, она ногой мне поломала подкрылок, вот такая, вот сучка, вот из-за того, что у меня ножек-то нету, и она держит ноги, получается, вот здесь вот так вот они ноги, лапы стояли, и короче, так вот и протерлась, подкрылся, партий подкрылок, таким вот образом, вот, задние колодки, надо бы ту разорвать, еще, конечно, как бы, чутка есть запасы, но надо заказать, если это не ходят, надо поставить сюда резинку демпфирующую, видите, вот так вот гуляет, вот такая колесо я снимал, чтобы нормально разобрать, вот так, ребята, вот моя проводка с бумером, у меня стоит трековый пластик, у меня стоит трековый хвост, то есть хвост для трекового пластика, ну вот, при ДТПшке, короче, у меня вот эта часть откололась, лопнула, вернее, лопнула и просто, короче, порвала мне заднюю часть пластика, вот, ну и соответственно, короче, мод, короче, выключился, да, вот, и я потом, вот, до сих пор я не могу подать на него никак питание, то есть приборку ничего не реагирует, подцепляю аккумулятор, ноль делов, беру, а вот он предохранитель 40 амперный, да, я уже брал, коротил предохранитель, думал, может быть, поможет, нет, толку это не дало, где-то потянуло проводку, вот же крутил, вертел, посыпил аккумулятор, крутил туда-сюда, нет, кто-то мне там подсказывал, что может быть у тебя предохранители в мозгах, вот они мозги, да, бумера, где-то в мозгах какой-то предохранитель, он перегорел, не знаю, где может быть в мозгах предохранитель, вот, веронопластиком, чтобы дали мне номер, короче, у нас тут не так далеко есть типок классный, который хорошо очень ремонтирует мотоциклы, придется ему, то есть я хочу, если к нему увезти мотоцикл, да, то я хочу, чтобы он уже был в пластике покрашенный, да, чтобы обратно я ехал уже на нормальном мотоцикле, как раз и сел и поехал, не на скелете, да, также у меня при падении была погнута одна лапка паука, крепления, да, приборки, выровняли мне ее, я ее давал на пескоструйку, мне от пескоструили, вот, трековый пластик, трековое крепление, то есть крепления для фар нету, также мне еще, вот здесь же стоит, видите, заводской демпфер, вон он спрятанный, то есть я его разбирал, менял масло погуще, хотел, чтобы у меня демпфер прям такой, прям такой жесткий, жесткий был, вот, ну, что-то как-то все равно один хрен вафля, один хрен вафля, вот, прям не знаю, какую смазку найти густую, чтобы загнать, чтобы было пожестче, тормозухи надо еще купить, прокачать тормоза хорошо, это все шляпа, вафля, что это такое, у меня были, помню, когда я его только купил, помню, тормоза были, вообще-то, ход такой коротенький, четко прокачанный там были, блин, шик-блеск, ребят, вот, одел морду пластика, просверлил, здесь у меня вот ухо было отломлено, да, просверлил сейчас отверстие, потому что я эпоксидкой там подклеивал, с той стороны, здесь надо наждачкой подровнять, это все дело, вот здесь надо подровнять тоже, наждачкой, вот сейчас хочу, что, что я хочу, я хочу одеть, а, мне вот здесь вот крепление, видите, какие крепления у меня, я хочу вот так вот болт взять, гайку сейчас на эпоксидку, с той стороны посажу, приклею на эпоксидку ее, чтобы здесь пластик крепился, видите, сюда гайки приклею, хочу одеть пластик, чтобы посмотреть, как мне вообще вниз выхлопа, хочу вниз выхлопа, немножко подшаманить получше, сделать, так скажем, вот, здесь неаккуратно было сделано, прошлый владелец взял здесь, так вот, обкромсал, так вот, повырезал, это все, блин, или сейчас не мозги так не делать, а пока собрать, как оно есть, либо как бы поездить, да, либо на ремонт, ремонт сделать, а потом будет там плохая погода, как бы, в процессе можно потом модернизировать, там, подкрасить, что думаете, ребята, снял морду, здесь вот зачистил, хочу, короче, новые болты поставить, здесь уже хреновые, сейчас вот этот болгаркой сдую, и на эпоксидку посажу, короче, твой болты-гайки, на эпоксидку посажу новенькие гаечки, и с этой стороны крепления, чтобы потом легко было можно снимать, было пластикой обратно ставить, как-то так, ну вот, ребят, мордочком подзагрунтовал, еще надо сейчас шкурить, чухать, все косяки вот эти вот, вот это вот убирать, изнутри тоже хочу, изнутри тоже, не знаю, думаю, или наполовину до ушей, так вот докрасить, а здесь белым грунтовкой оставить, либо все салатовый, чухнуть, что еще хотел сказать, в общем, подцепил я аккумулятор, я-то хотел его тащить на ремонт к хорошему электрику, вот, аккумулятор долго простоял, вот, поэтому он практически, можно сказать, типа почти мертвый, да, вот, но, я-то думал, у меня потянуло проводку от удара, да, было все гораздо банально, я просто плохо просмотрел, где он, вот она, вот сейчас снимем крышку, покажу вам, вот, плохо просмотрел, короче, здесь вот стояло, стояли два четырех амперных преда, вот, предохранитель, вот он один стоит, и вот сейчас стоит 5 амперный, я круче, что сделал, я, круче, она начала прозванивать, и увидел, что здесь обрыв, а так он визуально очень плохо, как бы, просматривался, вот, я взял проволочку сюда, закоротил его, вот, сейчас я, конечно, уже воткнул сюда, поехал, купил, круче, не было 4 амперных, воткнулся 5 амперный предохранитель, ну, да ладно, надеюсь, мозги не сгорят, вот, и случилось чудо, приборка загорелась, все нормально, мото жил, но из-за того, что слабый акум, сервиски щелкают, но даже не это самое, не пытаются, стартер даже не пытается дернуться, вот, а сюда я теперь, что хочу, я не хочу сюда покупать, сегодня уже ездил, не хочу покупать сюда обычный аккумулятор, да, хочу сюда, нашел в интернете, в ютубчике, типа взял на ежака себе, короче, 6 батареек с ноутбучного блока питания, ну, он их там, позапаивал, ну, нет, помню, не было контроллера там, вот, без контроллера, но мне, хочу, все-таки, с контроллера, что каждая батарейка заряжалась потом нормально, вот, я хочу завтра попробовать, прозвать сегодня в ней работает магазин, где мне подсказать, что, может быть, помогут тебе с таким аккумулятором, вот, хочу такой аккумулятор себе, чтобы, может быть, может, что-то сюда засунуть, там, знаете, какие-то ключи, может, может, бардачка-то нету ни хрена, вот, вот, как бы так, плюс он легче намного, вот, я очень рад, что, короче, получилось, что получилось, очень рад, что, краски у меня, короче, нету, ребят, все закончилось, все расходовал, у меня было, по-моему, 4 или 5 баллонов, не помню, все закончилось, конечно, еще колеса он там на Ямаху красил, там вот еще на Ямаху покрасил колесо, вот, на бумера не хватило, в общем, сказали, что, позвонил я в субботу, а прождал неделю, ребят, прождал неделю, позвонил, воскресенье, то бишь, вчера вечером позвонил, говорю, ну, чего, можно ехать за краской, номер у меня, мы сказали, да нету краски той, а у них, короче, поставка сейчас идет из-за этого вируса раз в неделю всего лишь, нету, говорит, давай на следующей неделе, но, говорит, мы попробуем других поставщиков заказать, может быть, чуть подороже будет, говорю, ну, давай, ладно, хрен с вами, давай подороже, но только закажите, ну, вот, вот, как-то так сижу, ну, а пока краски нету, сижу, думаю, у меня же, а, вот, смотрите, у меня такая оптика стояла, то есть с двух сторон, вот такие вот блоки, да, они как на новой Ямахе, прикольные, вообще, как бы, с виду, прикольно они, что тут мне стояли, вот так, вот так они крепились, короче, вон они отверстия, вот так вот они, эти, покрепились, типа, типа, так, вот, так вот они у меня стояли, закрепленные были, ну, ничего, как бы, светили, стороны очень классно, стороны, прямо вот меня все видели, все мне моргали, встречка, вот, а вперед-то они мне не давали нормально фокус, это оцените расстояние, просто, почему это я ебнулся, можно сказать, что такая оптика мне не дала вперед нормально оценить расстояние до поворота, вот, я думал, в принципе, еще может быть такие, вот, у меня один проебаный такой блок, я думаю, может быть, еще взять, так, либо еще такие же сюда поставить, а, либо их вот такие же сделать сюда, вот, в пиндюре, да, накрепление слайдера, а сюда какие-нибудь помощь, нечего-то, что-то в пиндюрить, то есть, хочу, свет, короче, хорошая, и вот, носил, что смотреть, да, даже, смотрите, даже вот у китайцев, сейчас вам покажу, зашел уже, зашел уже, сейчас вот покажу фотку, которую я видел, собственно, это я фотографировал этот мотоцикл, посмотрите, фотография, сообщение, сообщение, ну, не тормози, вот она, эрка, это я фоткал у нас в Краснодаре, видите, какая у нее оптика, то есть, вот они стандартные, да, стоят, вот они, вот здесь вот, а вот это такая вот интересная, видите, линза такая аккуратненькая, да, небольших диаметров, вот такой бы я себе еще впендюрил бы вперед, вот эта линза даст нормально вперед расстояние, ну, смотрите, я, короче, в принципе, думал, может быть, вот такие же, как у Эрки, да, ну, что, я нашел, короче, начал смотреть на всеми нами любимом Алиэкспрессе, да, и что я нашел, пожалуйста, вот они, ямаховские линзы, но цена, блядь, вот, смотрите, право-лево, включаю, 13 рублей, мать его, вот две вот эти шляпы стоят 13 рублей, блин, ну, пипец, дорого, вот они вот так вот стоят, блядь, просто какую-то линзу уже туда впендюрить, ну, китайца, сука, 13 рублей эти стоят, а? И что делать? этолал-лаловый линзу вот тут. Продолжение следует...